Доброго всем! Сегодня у нас достаточно интересная история от владельца автомобиля BMW 730 1992 года Антона. Обратился Антон в наш цех по поводу ремонта своей ГБЦ, а точнее он обратился к нам по поводу восстановления постели ГБЦ двигателя М30, который ставился в свое время на эту машину. История ремонта автомобиля началась с того момента, когда после покупки BMW, в котором по утверждению предыдущего владельца был откапитален двигатель, Антон накатал 10 тысяч километров. Появился едва уловимый стук распредвала. Ну и хозяин авто, естественно, решил проверить тепловые зазоры. Скинул клапанную крышку и обнаружил неверно стоящую рампу на головке. Сразу оговорюсь, Антон имеет непосредственное отношение к авторемонту и имеет понятие того, что он делает. Антон открутил рампу, чтобы перевернуть ее и установить требуемое положение. Открутив болт, владелец увидел стертый край болта, а причиной тому стала тонкая шайба под этим крепежом, имевшая толщину, не удовлетворяющую требования. Соответственно, болт вылез с подшипник скольжения постели распредвала. Антон заглянул в резьбу и, по словам самого клиента, офигел от увиденного. Нарезанные канавки на шейке распредвала были аховскими. Естественно, что и постель была наверняка не в лучшем состоянии. Снимать вал пока не стал, поэтому износ постели оценить было нельзя. Однако, что делать он еще не решил, был под впечатлением и, заменив шайбы под болтами, продолжил так и ездить. Конкретный стук распредвала появился позже, примерно через 50 тысяч километров. Понятное дело, что владелец BMW задался вопросом ремонта головки или ее замены. Однако, новая головка по цене уж очень зверски кусается. И Антон приступил к поискам ГБЦ на вторичном рынке, чтобы машина была на ходу и попутно подготовить иную ГБЦ. И таки такое авто наш клиент нашел. Нашел он его у человека, у которого этот двигатель пролежал в гараже с конца 90-х годов. Со слов хозяина того двигателя, в конце 90-х ему гнали машину BMW 730 только 1989 года из Германии. И при движении через Польшу эта машина попадает в жесткое ДТП. В итоге машину притянули по адресу и разобрали ее на запчасти. До наших дней у хозяина остался лишь двигатель, полностью в сборе и кое-какая мелочь по салону. При осмотре ДВС Антон увидел, что двигатель также пострадал во время аварии. Масляный стакан под корень сломала, помпу и генератор вырвала с двигателя вместе с кусками блока. Шкив каледвала был погнут. Открутив клапанную крышку, он увидел, что три коровомысла поломаны. В итоге договорившись с хозяином о цене, Антон все же забрал этот двигатель. Уже дома ковыряясь ДВС, сняв с блока ГБЦ, он увидел, что сорвана шпонка на распредвале. Резьба сорвана, погнула четыре клапана. До термостата удар также достал. Когда он его открутил, то термостат развалился на две части. Одна шпилька была вырвана с куском головки. И вы не поверите, в этой ГБЦ при ее разборке Антон увидел практически ту же беду, что привела негодность и его головку. Под рампой в одном месте вообще отсутствовала шайба. И это было на автомобиле, который вообще еще не разбирался. Как говорит Антон, во-первых, двигатель не пробежал еще и 100 тысяч. Во-вторых, он не вскрывался, о чем говорили резьбы болтов, метки краской и другие признаки. Как же такое могло произойти на заводе, это, конечно, вопрос. Когда он разобрал оси коромысла, распредвал не прокручивался, и его заклинило. Через деревянную выколотку нашему клиенту пришлось выбивать его. И когда он с горя пополам все-таки извлек, на шейке вала была намотана борода алюминия. Антон стер ее наждачкой, чтобы вал проходил через другую шейку и не поцарапал ее. После разборки открылась удручающая картина. Шейка распредвала покалеченная, сам распредвал погнут от удара коромысел. Биение вала составляло 2 десятки. Оси коромысела также были погнуты от ударов. И биение составило от 0,5 до 1 мм. Оси коромысел автовладелец поправил, вывел их до биения 0,1 мм. Распредвал от рихтовала до 1 сотки биения. Два клапана из четырех удалось также поправить. В 3-4 сотки сделан это по той причине, что не смог найти живые БУ клапаны, а новые клапаны от фрекции, приехавшие ему, оказались в минусе на 2 сотки. Резьбу на распредвале перерезал под самодельную гайку, обломанные три коромысла заменил, заварил аргоном вырванную шпильку термостата. Вот сколько работы Антон проделал самостоятельно. В остальном запчасти головки были в отменном состоянии. Уцелевшие клапаны без износа, фаски на клапанах и седлах не разбило вовсе, тулки также без какого-то износа. А вот восстанавливать вал и постель Антон приехал к нам. Кроме того, что на распредвале была изношена шейка звезды из-за обрыва шпонки и натертости от болта, про которые я вам рассказывал ранее, по остальной геометрии вал был в идеальном состоянии. Купить новый вал стоит порядка 1000 долларов. Однако после осмотра нашими специалистами был поставлен диагноз, что обе шейки реально восстановить. Одну немного шлифануть, а другую наварить и проточить. Этим собственно мы и займемся. Это вот тот самый распредвал. Шейку токарь проточил под сварку. И наш штатный сварщик Андрей, с коим вы уже многие сроднились, приступил к наварке шейки вала. Делать это приходится очень медленно, накладывая сварку постепенно, не торопясь, небольшими швами, давая валу остыть. Конечно, весь процесс сварки я вам показывать не стану, очень длительный и нудный процесс, но без оного ничего не выйдет. Продолжение следует... Медленно, но уверенно Андрей наплавил шейку, просмотрел, что где да как, где поправил, где-то добавил. В итоге у нас получилось вот такое. Здесь нам, естественно, придется поправить, ну а точнее, наверное, восстановить шпоночный паз. А вот и сама головка. И тот самый натертый, изуродованный подшипник скольжения. А вверху вы видите ту самую злополучную резьбу. Было решено восстанавливать лишь один подшипник скольжения, так как остальные были в идеальном состоянии. Вал остыл, и токарь Виталий приступил к восстановлению шейки распредвала. На станке он вогнал ее в требуемый размер и полирнул поверхность. Полирнул он и поверхность той самой травмированной шейки. Обязательный контроль размера. Когда Виталия все удовлетворяет, он отдает ее дальше по этапу на восстановление шпоночного паза. Расточник координатно-расточного станка крепит вал на расточном станке, фиксирует и выставляет его. Затем специальной фрезой восстанавливает шпоночный паз, вгоняя его в требуемый размер. Ну вот теперь можно приступать к восстановлению подшипников скольжения. Как же это сделать, чтобы не травмировать остальные подшипники резком? Ведь выставить резец, находящийся между рюнетами, не представляется возможным. Или завести резец в шейку для расточки через рюнеты также не получится, потому что будем травмировать эти шейки. Ну что же, для этого токарь выточил втулки и установил их в крайние подшипники скольжения. Теперь выставил резец на нужный вылет, можно спокойно его завести в постель для порезки травмированного подшипника под втулку. Читал мнение, что таким способом восстанавливать постель нельзя. Правда оно было единичным. Что, мол, здесь рядом рубашка охлаждения, и в этом месте обязательно появится трещина. Ну что могу сказать, самое простое, это посмотреть на толщину самого бугеля. И на расстоянии от края подшипника до его основания. И основание еще вдобавок имеет 3 мм толщины. А сама монтируемая дюралевая втулка имеет толщину стенки всего 1,25 мм, прессуется с минимальным натягом, ну и никак не может создать критический натяг. После этого вы поймете всю абсурдность таких заявлений. А все очень просто. В данном случае нужно тянуть головку к блоку не при помощи дури, а при помощи динаметрического ключа и по мануалу. И тогда трещин в этом месте, где втулка, и там где ее нет, втулки не будет. Тем более, что лично нами за 22 года работы было восстановлено, боюсь даже сказать, сколько таких головок, подобным же способом. И ни одна головка по какой-то мифической проблеме трещин в этом, так почему-то называемом слабом месте, так и не вернулась. А люди по сарафанному радио продолжают их к нам везти, и теперь уже везут даже из России. Ну а кого я не убедил, ваше право, покупайте новую ГБЦ и довольствуйтесь ею. Итак, расточник растачивает подшипник скольжения, больше исходного диаметра на 2,5 мм. Делает он это, как обычно, за несколько проходов. Пару черновых и последний чистовой. Тока измеряет полученный результат, добавляет припуск на натяг и выводит размер новой втулки. По наружному диаметру 47,97, по внутреннему 44,65. Ширина втулки 24 мм. Виталий зарядил станок болванку и приступил к изготовлению втулки с требуемым параметром. Затем Виталий запрессовал втулку на место и просверлил масляный канал в новом подшипнике. Обязательно это нужно сделать перед расточком. Ну а далее расточнику предстоит уже известная работа, не раз уже рассказанная нами. А коротко это так. Промерив соответствующую данному подшипнику Ширику ВАО, расточник растачивает ее в этот размер. Растачивает, как водится, опять-таки за 2, порой 3 прохода. Затем измеряет полученный размер и добавляет на резец 5,6,4. Ну и конечно проходит этим чистовым проходом. Затем делает контрольный промер. Если все его устраивает, удаляет стружку пылесосом и производит контрольную примерку. Обильно смазывает ВАО шейки маслом, заводит в подшипники и проверяет его скольжение. На следующий день Антон приехал за выполненной работой и уже через пару дней собрал головку. Мы связались с ним и владелец новой по сути головы поделился с нами видео уже собственноручно им собранной ГБЦ. Антон также сказал, что пока законсервировал ее и решил ставить ГБЦ на двигатель по весне. А пока что есть возможность, он передвигается по городу на старый. Ну а мне остается только сказать респект Антону за его руки и его старания и умения. Ну а на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Постараемся ответить. Кидайте донат, кому не жалко и без аварийных вам поездок. Продолжение следует...